Участниками заседания также стали представители федеральных ведомств Следственного комитета и прокуратуры. По мнению Патрушева, энергетическая система округа сегодня недостаточно защищена. Основные угрозы энергетической безопасности округа обусловлены высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного обновления. Износ в электроэнергетике составляет от 60 до 90%. На повестку Совбеза вынесли вопрос о профилактике терроризма. Николай Патрушев потребовал скорректировать специальные программы Южного федерального округа, уделив особое внимание прогнозированию конфликтных ситуаций. В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани уже накоплен богатый опыт в этом направлении. Принятые профилактические меры позволили обеспечить безопасность важных международных, спортивных и политических мероприятий. И сегодня эта работа носит системный характер. Мы Южный регион, мы регион, который обязаны принять традиционно 10 миллионов отдыхающих. В этом году ожидаем еще плюс 4 миллиона. Поэтому энергобезопасность и антитеррористическая безопасность. Сегодня она у нас задача номер один. И понимание того, что, конечно, находится в плоскости ответственности правоохранительных органов, безусловно, но также и в плоскости ответственности самих жителей. Понимание того, что все вместе мы сохраним мир на Кубани, должно быть в понимании у каждого жителя нашего края. Очень важно, чтобы каждый житель нашего края был активным помощником правоохранительных органов. То есть только вместе, в единстве, мы сможем обеспечить мир и спокойствие в нашем регионе. Рассматриваются вопросы и взаимодействия правоохранительных органов, специальных служб для того, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизировать нашу обстановку. В том числе выработан алгоритм взаимодействия, направленный на создание условий безопасной жизни. В том числе ориентированы на необходимость патриотического воспитания. Что касается обеспечения энергобезопасности на Кубани, то нагрузка на сети возрастает с началом курортного сезона. Чтобы обеспечить подачу электричества в аварийных ситуациях, подготовлены 102 резервных источника энергоснабжения общей мощностью почти 11 тысяч киловатт. Кроме того, по словам Бениамина Кондратьева, сегодня заключены соглашения с подрядными организациями о сотрудничестве при восстановлении электросетевых объектов. Елена Всецна, телекомпания «СКТ».